Казахстан 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 На 40% увеличилось число предпринимателей в Казахстанской области, получивших сертификаты на экспорт продукции. Например, половина из восьми рыбозаводов региона имеет еврокоды для поставок рыбной продукции в государства Евросоюза. Один из тех, кто успешно экспортирует за рубеж свой товар – предприниматель Торибек Игеликов. Еврокод он получил три года назад и с тех пор на рынке Польши, Германии и Нидерландов в год экспортируют до 220 тонн филе и счётчик судака, сазана, сама, а в страны СНГ около 200 тонн фарша и грудинок, воблы и леща. Сейчас идёт поставка рыбы в Европу. С Европой работать очень удобно. У них стопроцентная предоплата. Например, в 2018 году мы за филе выручили 350 миллионов тенге, а с России наторговали на 200 миллионов. По Казахстану поставляем до 50-60 тонн. В нашей стране спросом пользуются сазан, сом, а в России вобла и лещ. Оформление и выдача сертификатов товара находится в компетенции региональной палаты предпринимателей с 2014 года. В прошлом году в области выдано 1196 сертификатов на экспорт товаров, в том числе на строительные материалы, швейные изделия, продукты питания. Сегодня казалардинская продукция экспортируется во все страны СНГ и ряд государств мира. В прошлом году в Узбекистан и в Россию отправили рис. Поставка планируется и в Китай, а также в Швейцарию и Грузию. И хотя львиную долю в экспорте продолжает занимать сырьевая промышленность, на 21% увеличился в прошлом году экспорт сельхозпродукции. Спросом за рубеж пользуются казалардинские рис, рыба, софлоровое масло, пищевая соль. В Таджикистан экспортируют продукцию тепличных хозяйств. Свежие овощи и зелень Декхани поставляют в российские регионы, обеспечивая их круглый год качественной сельскохозяйственной продукцией. Только в Яванском районе страны площадь теплиц превышает 15 гектаров. Кроме того, сельчане создают парниковые комплексы на своих приусадебных участках. В прошлом году только в этом регионе было собрано около 370 тонн овощей. В теплицах мы выращиваем укроп, петрушку, салаты, сельдерей, а также другие виды скороспелых овощей. Тепличное хозяйство – это прибыльное дело. В этом году тепличные хозяйства упор делают в основном на выращивание болгарского перца, помидоров и огурцов, а также рассады этих сельскохозяйственных культур. Некоторые жители района создали теплицы, в которых выращивают лимоны, а между рядами – ранние овощи. Во все времена года большим спросом пользуются зелень и другая экологически чистая продукция. По мнению специалистов, ведение тепличного бизнеса очень выгодно в солнечном Таджикистане. Поэтому в стране ежегодно увеличивается количество комплексов. А это, в свою очередь, позволяет снизить цены на овощи и тем самым повысить конкурентоспособность продукции на внешних рынках. На высохшей территории Аральского моря узбекские ученые обнаружили источник пресной воды. Подземный водоем располагается на глубине 300 метров. По словам исследователей, еще несколько источников пресной воды находятся в Шимбайском, Токтакапирском и Караузакском районах Каракалпакстана. На основе проведенной работы в соседней республике намерены пробурить и задействовать 50 артезианских колодцев и очистить от песка остальные. Кроме того, в Узбекистане разработана специальная дорожная карта, направленная на закладку зеленых зон на пустынных участках Арала. В ее рамках на площади 400 тысяч гектаров уже высадили черный саксаул и другие виды деревьев. Специалисты говорят, что зеленые насаждения будут способствовать сдерживанию опустынивания. Раньше тоже такие линзы, подземные линзы обнаруживали в разных регионах дна Аральского моря. Но для нас это была очень хорошая весть, тем более на острове Возрождение, который когда-то считался островом самым неблагополучным, где были захоронения опасных веществ. И задача стоит объявление при Арале зоны экологических инноваций и технологий сделать эту зону благоприятной для проживания. По словам казахстанского эколога и писателя Сайлаубая Жубатыр-Улы, на территории бывшего бассейна Аральского моря и раньше находили подземные источники. Например, в ауле Ак-Кеспе Казалардинской области бьёт горячий источник с прозрачной чистой водой. А Каскакуланская пресная вода благоприятно повлияла на развитие флоры и фауны заповедника Барсакельмес. Эти факты дают основание полагать, что под бывшим Аральским морем существуют немалые запасы пресной воды. Это, возможно, подтвердят и геологи. Может быть, этот обнаруженный источник – маленький знак о существовании больших запасов. Вопрос в том, как используют эту воду наши каракалпакские братья. Может, проведут пресную воду в Мойнак, далее в Нукус, или в сторону Конарата, Казахдарии, Тахтакопыра. Это радостная весть для населения. Источник может решить проблемы экологии питьевой воды. Разумеется, и мы со своей стороны будем только очень рады, если наш арал наполнится водой благодаря подземным фонтанам. В два с половиной раза выросли инвестиции в зеленую энергетику Казахстана. В прошлом году на развитие отрасли было направлено 80 миллиардов 200 миллионов тенге. Наибольшая концентрация инвестиций наблюдается в Акмолинской области – 25 миллиардов 700 миллионов тенге. В Жамбылской области показатели увеличились в 94 раза и составили 12 миллиардов 700 миллионов тенге. В регионе функционируют 10 объектов ВИЭЭ суммарной мощностью – 170 мегаватт. На третьем месте – Атарауская область с 9 миллиардами тенге. Инвестируют проекты около 100 компаний из 9 стран. Инвесторы приходят из Франции, Нидерландов, Италии, Китая, казахстанские. Сегодня, как по информации Министерства энергетики, в эту отрасль приходят и компании, ведущие нефтегазовой сферы. Общая сумма инвестиций, например, в 2019 году, это может составить где-то 600 миллионов долларов или где-то 230 миллиардов тенге. Откуда? То есть в 2019 году, вот в этом году, планируется ввести в эксплуатацию где-то 16 объектов ВИЭЭ. На общую мощность где-то 630 мегаватт. В настоящее время в Акмолинской области идет строительство ветровой электростанции «Астана-Экспо-2017» мощностью 50 мегаватт. А в Мангистаусске проводятся работы по тестированию ветрового комплекса. Первая очередь строительства завершена в прошлом году. Альтернативные источники энергии установлены на окраине города Форт Шевченко. Здесь работает 24 ветровых генератора. Проект стоимостью 8 миллиардов тенге будет вырабатывать в сутки почти 44 мегаватта электроэнергии. В целом же в Тубкараганском районе строятся две ветроэлектростанции. Обе ветровые станции возводятся на средства инвесторов. Первый проект – ветроэлектростанция мощностью 43,6 мегаватт. Здесь уже завершены монтажные работы. С 1 сентября началось строительство еще одной – на 42 мегаватта. При запуске этих двух комплексов можно будет обеспечить электроэнергии весь город Форт Шевченко. В прошлом году в стране введено 5 объектов ВИЭ в Жамбылской, Мангистаусской, Алматинской и Карагандинской областях. Всего же в Казахстане функционируют 65 комплексов. В их числе 12 ветровых, 19 солнечных, 33 гидроэлектростанции и одна биогазовая установка. Наша сила в единстве. По таким лозунгам летом в Астане пройдет форум лидеров молодежных организаций. Ожидается, что в нем примет участие деловая и активная молодежь из ряда зарубежных государств. К слову, к Международному съезду уже проявляют интерес такие страны, как Россия и Германия. Об этом сообщила заведующая секретариатом столичной ассамблеи народа Казахстана Лизат Кусаинова. По ее словам, в целом, год молодежи обещает быть насыщенным. К примеру, в июле-сентябре пройдет масштабная экспедиция для школьников и студентов по сакральным местам республики. Кроме того, при городском доме дружбы планируют открыть несколько полезных для молодежи центров. В стенах этого дома дружбы мы планируем создание нескольких центров. Один из них – это офис нашего городского совета предпринимателей. Мы планируем здесь, в Доме дружбы, открыть современный каворкинг-центр для молодежных крыльев этнокультурных объединений, для городского штаба республиканского молодежного движения «Жан Гружёвы». Это будет площадка для диалога, для совместных мероприятий, вообще площадка для выработки идей, креатива наших молодежных крыльев, для того, чтобы развивать Ассамблею народа Казахстана в дальнейшем. Интересное ноу-хау внедряют казахстанские студенты Куаныш Крыкбаев и Жарасхан Куанышула. Разработка представляет собой современное интеллектуальное устройство для передачи данных с приборов учёта энергоресурсов в обслуживающей компании. Изобретение со стопроцентным казахстанским содержанием имеет низкую себестоимость и может решить проблему импортозамещения. Проект заключается в том, что ставятся такие модули, радиомодемы, к нынешним существующим счётчикам. Эти счётчики уже будут подключены к нашим общим сетям, называется LORABAN или NBOT. Это новая технология, которая здесь во всём используется. Также наша сеть передает все данные к единым информационным системам ЖКХ. Разработчики говорят, что умное устройство сведёт к нулю риск возникновения ошибок в начислении счетов. Кроме того, обеспечит оперативность и прозрачность, а также позволит экономить на коммунальных платежах за счёт учёта фактически потреблённых ресурсов. К плюсу можно отнести и возможность ставить радиомодемы на уже установленные счётчики, не меняя их на новые, а также надёжную цифровую защиту от взлома. К слову, инициативы молодых казахстанских новаторов получают поддержку в рамках Года молодёжи. Ребята уже сделали неплохой задел на сегодняшний момент. Они участвовали в нескольких конкурсах. У них идёт хорошая апробация проекта. И заинтересовались крупные компании. Для поддержки к центрам ЖКХ была оказана поддержка в материальном плане, то есть это небольшой закуп пилотных экземпляров, нахождение промышленных организаций, которые будут производить массовый продукт в будущем. Поскольку сам по себе радиомодульный передатчик у авторов имеет ряд преимуществ по сравнению с конкурентами. Как отмечает в КАЗ-центре ЖКХ, система передачи позволит эффективно планировать и распределять ресурсы и заложит основу перехода к зелёной экономике. Отметим, разработку уже протестировали в одном из жилых комплексов столицы. В ближайшее время её внедрят и в других многоквартирных домах Астаны, а затем по всему Казахстану. Казахская остея всегда занимала особое место на Древнем Шёлковом пути. Благодаря своему географическому расположению она стала мостом между Азией и Европой, связующим звеном между несколькими цивилизациями, говорят китайские учёные. По словам Хуан Чжун Сяна, китайские изделия попадали на Старый континент и обратно через территорию нынешнего Казахстана, пусть способствовав взаимодействию культур. Так приобретали известность казахские эпосы. Например, история происхождения китайского музыкального инструмента сона связывают с казахским сырнаем. Например, возьмём инструмент под названием арху. Он происходит из Европы, но проник через казахскую степь дальше на восток. Это касается музыки. История некоторых наших танцев тоже схожа. Например, если посмотреть на танцы династии Тан, они похожи на среднеазиатские, но если копать глубже, то даже на персидские. Это тоже распространилось на восток через казахскую степь. Таким образом, Казахстан, расположенный в центре Евразийского континента, издавна соединял различные цивилизации и народы. По словам китайского эксперта, наши земли – золотой мост торгового, культурного и литературного обмена. Отметим, Хуан Чжун Сян с 1970 года опубликовал свыше 200 статей на темы «Героические эпосы казахов и степная культура, любовная лирика казахов и творческие особенности казахской поэзии». Казахстанские школьники намерены попасть в книгу рекордов Гиннесса. Им предстоит цитировать героический эпос «Кобланды Батыр», а это 107 страниц или 3627 строк. В стране стартует республиканский просветительский проект «Казах-эпос», а вместе с ним и конкурс «Тулпарманептуалхан». В его рамках участники будут не только рассказывать наизусть о подвигах героя, но и объяснять значение архаизмов и пояснять смысл преданий. Оцениваться участники будут по 10-ти бальной шкале. Первый этап – конкурс «Казани». На втором этапе конкурсанты должны будут продемонстрировать знания истории, когда и где происходило то или иное событие. Третий этап заключается в разъяснении устаревших слов. В состязании примут участие 50 тысяч учеников из 5 тысяч школ. Следить за успехами юных конкурсантов телезрители смогут в интернете и в эфирах телеканалов семейства «Хабар». Завершится проект «Кала-концертом», который пройдет в формате телевизионного шоу. Первый этап конкурса стартует в конце апреля, а уже в июле объявит победителя в масштабах республики. Загадочная модель известного французского модного дома «Диор» – восточная красавица, покорившая своей внешностью не один подиум Европы. Книгу об Али Ильчун, которую называли «Личная музыка» Кристиана Диора, презентовали в Национальной академической библиотеке. Ее автор – основатель Ассоциации казахстанцев во Франции Берлин Иришев. Рассказывает неизвестные факты о жизни Аллы Ильчун и рассказывает о ее казахском происхождении. По его словам, девушка была одной из выдающихся парижских моделей в 50-е и 60-е годы XX века. Но ее национальность всегда была окутана тайной. Алла Ильчун своей необычной красотой притягивала взоры и восторженные отзывы модных критиков того времени. А платье Диор, которые она демонстрировала, на подиумах в миг раскупали, в том числе и известные актрисы. Мы находим такое утверждение уже к юбилею первого дома Диор о том, что у нее отец был казах. И тут мы начинаем свое расследование, которое мы делали очень быстро. И мы сумели установить ее происхождение, нашли могилу, возложили цветы, нашли единственного сына, который нам предоставил массу документов, материалов и немало фактов из жизни, что нам позволило в целом создать общую картину. В книге говорится, что Алла Ильчун, а точнее Алла Куантхановна, Ельшин родилась в Китае, а затем вместе с семьей переехала во Францию, где и стала любимой моделью Диора. По словам автора, в ближайшее время издание выйдет в свет и на французском языке. Также намечен ее перевод на казахский. Кроме того, на основе произведения запланированы съемки фильма.